Как ты это видишь? Чем отличие сероамериканца от русского по менталитету? Это чувствуется? Это сложный вопрос. Я, наверное, 8 лет назад мог как-то отвечать быстрее, но сразу, какая мысль пришла в голову сразу, это в Северной Америке люди боятся уже высказаться, потому что будет cancel, культура cancel. Отмена, культура отмена. Что-то лишнее скажешь, и тебе прилетит. И ты потеряешь работу или что-то подобное. Всем привет-привет, я приехал в Омск, чтобы записать серию интервью. Мой первый собеседник Даррен Дитс, он перешел в авангард, и это уникальный абсолютно легионер. Сам из Канады, он уже 8 год живет в Казахстане, в России, и стал абсолютно русским парнем. Дает интервью без переводчика. Просто посмотрите, насколько интересно Дитс рассказывает о том, как североамериканец адаптировался в нашей стране. И я хочу напомнить, что в Омске в эти дни как раз, кроме основной команды, играла молодежная команда. Здесь проходил топовый молодежный турнир G-Drive Cup. В хоккейной академии авангард собиралось очень много народу. Турниры при поддержке топлива G-Drive и моторного масла G-Energy. 6 команд участвовали, омские ястребы в том числе. И как раз после интервью с Дарреном Дитсом, посмотрите, тренер молодежки Черночуп рассказал о том, что ждет омских ястребов в новом сезоне. Вот такой пул видео из Омска я для вас подготовил. Поехали! Да, Даррен, привет! Рад видеть, у тебя очень обаятельный акцент русский, как будто ты Арнольд Швастнегер в фильме «Красная жара». Смотрел этот фильм? Нет, не смотрел. Но насколько ты выучил язык, что прям ты думаешь на нем и для тебя это вообще без проблем? Ну, в принципе, это без проблем. Да, целый день думаю. На русском языке общаюсь с детьми, с супругой на русском языке. Поэтому, в принципе, все нормально. Дома вы говорите по-русски и думаете. Ну, все по-русски. Недавно принес абонемент фанату. Эта тема обычно распространена в Северной Америке, но для нас это, может быть, не совсем обычно. Как это было? Как он отреагировал? Это было прям круто. Во-первых, чувствовать, как человек любит поддерживать команду, видеть его монтаж, там, авангарда. Это было у него на даче. И прям классно, тепло. Меня встретил и дал мне прям энергию на целый день. Зарад. О чем он спросил, человек? Что интересно людям про тебя? Ну, лично людям интересно, где я провожу летом, откуда я родился, вопросы о семье. Потому что все, более-менее, знают о хоккее. Они хотят знать личности, чем я занимаюсь, когда я один на работе. Потрясло тебя, когда ЦСКА обменял тебя на 1000 рублей. Это очень необычный обмен. Ты очень крутой защитник, 1000 рублей всего. И это было неожиданно, как в НХЛ тебе звонят, говорят, езжай туда. Или ты понимал, что будет? Я, более-менее, понимал это. Потому что, понятно, в ЦСКА есть одна задача, мы ее не выполнили. Пришлось изменить состав. Руководство приняло такое решение и справедливо относилось ко мне. Я это принял как профессионал. И вот перешел сюда. Но в Северной Америке нельзя такой обмен встретить, когда игрока меняют на 10 долларов. Это как это? Это бьет, наверное, по самооценке или как ты к этому относишься? Да нет, это формально стоит совсем. Когда я разговаривал со многими ребятами из ЦСКА, которые особенно в СКА перешли, мне давали интервью, и Григоренко, и Плотников, я у всех спрашивал, когда вы поняли, что это все будет, когда понял ты? Потому что, я понимаю, клуб не прошел первый раунд, но это хорошая команда, у вас команда династия. И вот человек приходит, там, если Монтович или кто-то еще говорит, так, ты, может быть, свободен, ищи себе команду. Как это все происходило? Конечно, большинство этих разговоров шли через агента. Но мы спросили, если будут какие-то изменения. Ну, понятно опять, как игрок, мы не выполнили задачу. Попросили, но у меня молодая семья, чтобы дали мне больше шансов, как сказать... Больше времени? Больше времени на адаптации, если нужно, будет переехать в другой город. И они вышли на встречу, и я благодарен за это. Отнесился очень по-человечески на этом плане. Ну, ты сам, в принципе, считаешь, что у тебя был неплохой прошлый сезон, потому что статистика хорошая, и ты очки набирал, и играл на таком же... Ну, опять же, тут по личной статистике это все не важно. Есть одна задача, и команда не ее выполнила, и вот в том числе я. Поэтому, как профессионал, нужно вот это понимать, это учиться, и идем дальше. Сергей Федоров сказал что-то такое тебе особенное, или не было такого вообще? Нет, после нашей последней игры с локомотивом мы больше Сергея Викторовича не видели. А, может, просто не видели вы, да? Вопросы болельщиков, народ задавал вопросы тоже, я сказал, задайте вопросы Дарину, они спрашивают, кто самый физически сильный игрок, с кем тебе довелось играть в одной команде вообще за всю карьеру? Может, в Северной Америке, в России, в Казахстане, самый сильный физический? Может, он там 200 килограмм штангу жмет? Ну, это точно Сергей Плотников. Плотник? Да. Он просто прям кон, лошадь, безусловно. Машина? Машина, да. Помнишь, когда выиграли кубок, он не мог даже его поднять, потому что у него была рука сломана? Да, у него, ну, травмы были у него, но да, он физически крепкий парень. Что скажешь о Владимире Ткачеве? Ты пришел в команду, где он выступает, когда вы играли в ЦСКА против Авангарда. Как надо было останавливать Ткачева? Что вы думали? Ну, вообще, можно сказать, ну, банальные вещи, но стараться убрать его время и пространство, но не особо не получается у многих защитников лиги, поэтому он мастер. Вот, конечно, жалко услышать, что он травму получил. Мы еще не даже успели познакомиться. Не успели еще? Не успели, но созвонилась и просто, ну, поздравил, не поздравил, желал. Пожелал здоровья. Пожелал здоровья ему и, ну, будем встречаться, пообщаться чуть позже. А про Рида Буше, как надо играть против Рида Буше, потому что для КХЛ Рид Буше как Овечкин для НХЛ. У него есть офис свой в правом кругу, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, почти 50 голов за сезон. Ну, да, конечно, это сложно. Есть разные способы стараться перекрывать его, но он найдет вот эту линию, и особенно играя с Володей. Они, ну, хорошую связь там нашли, и Рид просто не промокнулся. Кажется, каждый раз он бросает, он попадает. Часто ли уже узнают в Омске? Где поселился в Омске? Центр города? Вот ты идешь по улице, тебя узнают часто здесь? Достаточно часто, да. Я так не ожидал, на самом деле. Потому что я даже ни одну не играл за команду. Но это просто говорит о том, как сильно люди любят и болеют за свою команду здесь в Омске. В Москве, наверное, тебя не узнавали? Потому что Москва огромный город. Ну, Москва огромный город, да. Ну, конечно, были случаи, но не ежедневные, как в Омске. А здесь постоянно, да, на каждом углу. Почему играешь под номером 44? В чем две четверки? В чем смысл? Все очень просто. Был мой кумир в детстве, Тодд Бертузи, и он сыграл за Ванкувер Канакс. Я знаю. В том время, да, под 44-м номером, поэтому… Но он форвард. Он форвард, и тогда я тоже был нападающий, да. Да. Что вам нравится в России больше всего? Потому что, когда серверно-маликанец сюда приезжает, здесь есть что-то особенное такое, что нравится иностранцам. Кому-то нравятся цены низкие, кому-то нравится, что тут больше свободы, ты можешь делать там, что хочешь, то, что там нельзя. Что нравится тебе больше всего? Это даже сложный вопрос. Я уже был их 8 лет, нахожусь в России или в Казахстане. Это особо даже не помню самые большие разницы. Да, сложно. А надо тебе перестраиваться? Вот ты полетел себе на Америку. Надо ли перестраиваться или все то же самое? В случае, я в Северную Америку не пребывал уже точно в 20-м году. А, давно не был там? А почему не ездишь давно? Ну, вот жизнь здесь. Это супруга казахская, дети наши родились в России, поэтому... А как ты проводишь тогда отпуск летний? Куда ты едешь? В последнее время мы в Москве были, дети совсем маленькие у нас, поэтому сложно даже путешествовать с ними. На курорт вы не ездили, вы просто дома сидели? Да, практически, да. Ну, в Москве ты купил квартиру или ты снимал квартиру? Как у тебя? Ну, мы снимали. Снимали, да? Ну, так легче пока. Сейчас, когда переезжать в Омск, то есть получается там квартиру сдал, здесь заново снимают. Насколько тут цены ниже, чем в Москве? О, 3-4 раза ниже. Серьезно? Да, да. То есть, в Москве, когда жили, игроки ЦСКА жили в районе Ходынке, да? На Ходынке где-то? Мы жили, ну, где Динамо, на самом деле. А, где Динамо? Arena Park Plaza называется, там мы жили на 3-ом колце, было удобно перемещаться на арену Евро. Там, наверное, 1200 аренды стоило? 200 тысяч? Ну, больше. Еще больше, да? Ну, у меня семья большая, поэтому двухкомнатная точно не подойдет нам. А тут в 3-4 раза нет. Да, да. А чем вообще жизнь в Омске отличается от Москвы? Она более спокойная? Тогда пробок нету, да? Ну, да, пробок нет точно. Конечно, как люди болеют и поддерживают именно команду, как все тебя узнают на улице. Ну, опять, для меня, я дома со семьей практически целое время, когда я не на работе. Поэтому не могу сказать, что сильно что-то ощущается в этом плане. А где вы думаете жить после карьеры? Есть у вас мысль? Вы будете жить в Казахстане, в Москве, в Омске, в каком-то городе или вернуться оттуда? Ну, вот это очень хороший вопрос. Не буду сгладывать, ну, слишком далеко. Ну, хочется играть, насколько я могу. И пока я только вижу мою карьеру именно здесь в Казахстане. То есть ты можешь сказать человек мира? Я такой человек мира, который может жить везде. Как говорят в Америке, мой дом там, где моя работа. Нет, я так не бы сказал это, но пока нам очень комфортно и жить в России, и в Казахстане в том числе. Не могу сказать, что Америка или Канада будут наши. Ну, опять, не хочу сказать никогда. Есть мода среди североамериканцев, они все берут российское гражданство, многие из них. Менео, пакет подал на гражданство российское. Нужно ли тебе это, или тебе хватает казахстанского гражданства, потому что здесь ты не считаешься регионером? Да. Хотя там, по-моему, отменилось оно, да? Но все равно российское гражданство тебе интересно. Я думаю, что чтобы сделать, чтобы играть больше в КХЛ и что-то подобного неправильно. А если ты действительно видишь Россию, как ты будешь провести время даже после Карелии? Да, после. Ну, действительно, есть какая-то мысль в этом. Но если это просто, чтобы, не знаю, обходить какой-то элемент или что-то, это неправильно, на мой склад. Но я думаю, что для того, чтобы жить, потому что у тебя семья, это на самом деле нормально для русских, когда они приезжают в Америку, они спокойно берут грим-карту, там кто-то гражданство берет, если много лет живет. Павел Буре, он брал гражданство, потом он уехал из Америки, отказался от гражданства. Это нормальная процедура. У тебя сейчас казахстанского нету или есть? Ну, это можно пропустить вопрос, но я говорю про то, что… То есть ты можешь прийти к мысли про российское гражданство? Есть смысл обсуждать… Подумать об этом? Подумать об этом, да, точно. Ну, конечно, это зависит от, где дети будут ходить в школу. Ну, очень много битвых вопросов в этом, но есть смысл. Хорошо. Карьера в НХЛ, у тебя 13 матчей, но ты играл с такими ребятами, как Андрей Марков, например. Чем он тебе запомнился? Потому что его называли генерал обороны, он очень крутой защитник для России был. Что ты о нем помнишь? Ну, я помню, что он был совсем немногословный. Он приходил, сделал свою работу. Да, просто мастер, как он играл именно головой. Всегда выбрал хорошую, правильную позицию. Даже когда мы бы смотрели игру с другими молодыми защитниками и думали, что, ох, обыгрывать его. А нет, позиция просто правильная, все четко. Мы много видео смотрели, показали нам особенно в АХЛ, как Андрей играет. В том сезоне, когда ты выступал в Монреале, вторым бомбардиром команды был Алекс Гальченюк. Удивился, что он приехал в КХЛ, удивился, что он сказал, я хочу играть в Абаровске, уехал туда. И он говорит, я там, ах, хорошо мне. То есть это, он большой игрок был в том сезоне у вас? Да, да, совершенно, он был, по-моему, задрафтирован, да. Третий номер драфта? Третий номер драфта, но талант, видно, у него есть, и до сих пор он это показывает. Поэтому, да, он выбрал свой путь, и, конечно, я особо не в курсе все подробности. Вы общались здесь, когда он приехал? Нет, нет. Не разговаривали? В том сезоне? Нет. Демидов, Иван Демидов попал в Монреаль, номер драфта, по-моему, пятый. Куда он попадет? Что такое Монреаль? Я приезжал несколько раз. Какая игра? Иван Демидов. Он играл в СКА, молодой, он пятый номер драфта. Он куда попадет, то есть какая там атмосфера, какие ошибки нельзя делать, потому что там очень большая пресса, там очень все любят хоккей. Я приезжал несколько раз в Монреаль, я знаю, что там просто крэзи на хоккее, все очень любят это. Да, да, но они действительно любят хоккей, есть очень много давления. Не могу сказать точно или что-то советовать ему именно, но для всех молодых хоккеистов это сложно играть в Энхелм. Нужно быть прям, ну готовые хоккеисты очень уверены в себя и только так можно прорываться в этой игре. Когда ты играл в Херши, у тебя был шанс попасть в основу Вашингтона? Видел ли ты Овечкина? Может у тебя были сборы в сентябре с Овечкиным? Сборы были, да. Что с тобой, Саша, как он тебе? Ну я, конечно, был молодой парень, просто прям смотрел на него с такими большими глазами. Вот, тоже Дмитрий Орлов там был и Кузя тоже был в том время. Но было, это просто прикольно, как мир, хоккейный мир такой маленький, вот и спустя несколько лет, но кто-то уже возвращался в Россию, чтобы играть в КХЛ. Кузя, как тебе он приедет? Ты удивился, что он так приехал сюда? 32 года только? Да, но я думаю, что это его личное желание. Я уверен, что если он хотел продолжать играть, то он смог подписать контракт с Энхеллом. Дело не в этом, я думаю, что он сам принял такое решение, что лучше для себя. Ты смотришь фильмы на русском языке? Да, да. Какие тебе нравятся больше фильмы, сериалы? Ты смотришь дома или в кинотеатр идешь? Ну, раньше мы ходили со супругой в кинотеатр, но было прикольно. А в последнее время опять времени особо не достаются, чтобы ходить, ну и желание есть. Ну какие тебе нравятся сериалы, фильмы, что тебе понравилось в последнее из российского? Русского и Голливуда что тебе понравилось? Даже сложно подумать. Про что хотел? Примерно два года, мы никуда не ходили, мы дома сидим. Ну ты дома сериал смотришь какой-нибудь, смотришь сериал про что там? Ну, мы можем обсуждать, мол, такие есть три кота, сейчас три кота или Маша и Медведь, вот это постоянно на телевизоре у нас. С детьми? Да. Ты спокойно сам идешь в магазин за покупкой? Да? Да, дело не в языке, я особо никогда не за покупками. Это жена, да? Это в зоне деятельности, а жена, да, она отвечает за это все. Супруга преподавателя русского языка была, вы познакомились в Казахстане, то есть ты увидел объявление? Да. А если бы ты не увидел объявление, у тебя была бы другая жизнь, другая семья, это судьба? Да, можно так сказать, да. Да, да. Какая история знакомства у вас была? То есть ты записался, мне нужен репетитор, ты начал ходить вживую. Да, записался, но пришел условно в час дня, но чтобы на урок, и она там была, это как мы познакомились, мы там работали чисто, работали чуть не четыре года. Вот так. И ты четыре года ходил? Да. И намекал, что давай встречаться, свидания. Ну, как бы нет, потому что она особо даже никогда даже не смотрела на меня вот так вот, я даже не чувствовал вот такую уверенность, что можно подкатить или пригласить. Поэтому все было чисто, а работа, и в каком-то моменте вот, начал думать, что можно приглашать. Но почему нет? Самый хуже может быть, она говорит нет. А есть у тебя любимые блогеры на русском? То есть ты можешь включить YouTube и смотреть блогеров каких-то? Кто-то по-русски, который рассказывает? Нет, особо мало времени для этого. А любишь стендап, русский стендап? Ну, Comedy Club можно. Кто твой любимый комедий актер? Я даже не знаю все имя, фамилию, но вот потом мне нужно будет читать это. Вспомнить, да, фамилию? Как это называется? Это про трактора. Короче, ладно. Ну, короче, поглядываешь стендап. Да, да, да. Есть у тебя любимые русские писатели и поэты? Ты можешь почитать там Тостова, Достоевского, что-то такое? Я читал Анну Карина. Читал? Да, читал, это Толстой, по-моему. Да, Толстой. Есть Достоевский у меня, но еще не дочитал, но начал игрок, и у меня тоже в очереди стоит идиот. Вот эти вещи читаешь? Да, да. Когда мы начинаем летать, я могу спокойно читать и слушать аудиокнигу. Мне определенно люблю просто читать и слушать. Как долго ты учил стихотворение Пушкина, с которым выступал на матче всех звезд? Это интересная история. День до, короче. Один день? Да, подошли ко мне и просто спросили, Даррен, можешь это сделать? Я говорю, не знаю, ну давай попробуй. И вот так мы это сделали. Что в Северной Америке, как отреагировали? Потому что это видео много собрало просмотров, и они такие посмотрели, друзья из Северной Америки такие, о, как ты так? Писали что-то интересное? Что интересно, много друзей, которые я давно не видел, они видят, например, вот даже такой блог. Ну в шоке, просто они не могут представлять, что такой же Даррен, с которым они давно познакомились. Ты сказал другой человек? Нет, конечно нет. Просто может быть такое ощущение, если человек не знает русский язык и давно меня знал, и видит, как я общаюсь на другом языке, это как-то странно. Когда русские приезжают играть в НХЛ, в Северную Америку, многие из них хорошо выучили язык, они спокойно разговаривают на нем, это нормально в порядке вещей. Когда приезжают сюда североамериканцы, ты, можно сказать, единственный, ну мало людей, которые так хорошо выучили русский. Что для тебя это значит? Ну кроме того, что у тебя семья на русском говорит, но это может быть такой признак уважения к лиге, к клубу, к стране. Потому что кто-то с английским живет нормально, и это тоже хорошо, но ты показываешь очень большой респект тому месту, где ты работаешь. Ну да, не хочется отвечать за другие, потому что русский действительно очень сложный язык, много ребят приезжают сюда просто, ну чтобы играть, чтобы работать. Для меня, мне было всего 23 года, когда я сюда переехал, и не просто приехал, чтобы хоккей играть, хотел испытывать другую культуру, познакомиться с друзьями, с новыми людьми, и вот это только через язык нужно это сделать, поэтому я могу сказать, что я открыл как бы другой мир для себя, и я очень рад, что это сделал. Два последних вопроса. Кто для тебя идеал атакующего защитника в Северной Америке и в КХ? За всю историю можно сказать. Ну, прямо сейчас, на данный момент, Кейл Маккар, Маккарна, прямо самый топовый атакующий защитник. Я не смотрю много игр, он уже совсем нет времени для этого, но по статистике он горит. Тоже Виктор Хедман, всегда один из лучших в мире. На двух сторон арене постоянно он играет, и на атаке, и обороне. В КХ, наверное, Никишин. Никишин? Да. Тяжело против него играть? Да, тяжело, он действительно впечатляет, он сильный и молодой защитник. Он может Норриса взять, когда уедет туда? Он похож на доминирующий защитник? Что он в Каролине будет, наверное, большой звездой, если он приедет? Или неизвестно? Ну, конечно, неизвестно, но я желаю ему только удачи в этом, и я думаю, что у него есть, как говорится, все инструменты, чтобы стать большим звездом. Последний вопрос такой, чем вообще менталитет канадца, североамериканца отличается от русского? Я об этом говорил с Антоном Худобиным, который долго выступал в НХЛ, потом вернулся в Россию, я говорю, что для тебя различия? Он говорит, ну, например, там, то есть ты должен платить по счету, с девушкой пошел пополам, есть, например, ты не можешь прийти там с друзьями, там прямо сейчас я позвоню, пошли там погуляем, пошли погуляли, выпили чаю, ты должен записаться там на несколько дней вперед, вот такие вещи. Он говорит, а я такой простой, мне хочется больше такой, ну, так, компанейства, такой свободы, вот этой всей. Как ты это видишь? Чем отличие североамериканца от русского по менталитету? Это чувствуется? Это сложный вопрос, но я, наверное, 8 лет назад мог как-то отвечать быстрее, но сразу, что, какая мысль пришла в голову сразу, это в Северной Америке люди боятся уже высказаться, потому что будет канцел, культура канцел. Отмена, культура отмена, что-то лишнее скажешь и тебе прилетит. Да, и ты потеряешь работу или что-то подобное, вот я это не чувствую в России, конечно, у каждого есть свое мнение и можно это высказать, может быть, получится позитивно или негативно, но все равно у каждого человека есть вот такая возможность. Ну, вот когда ты пошел с девушкой на свидание, вы пополам платили или ты такой, я тебе заплачу, я тебя угощаю? Нет, на мой взгляд, мужчина должен вот это сделать, это просто чистый мой мнение. То есть это не зависит от того, где ты живешь, это просто от того, как ты воспитываешь? Да, наверное, можно так сказать, да. Вот ты очень прям в воспитании, у тебя прям очень, ты очень вежливый, вот это прям у тебя с детства от родителей или ты просто стараешься быть такой polite везде, но вот я смотрю на тебя, ты самый вежливый хоккеист в лиге, ты прям вот образцовый в этом смысле. Ну, это приятно, это слышит, я не знаю, я не стараюсь вот что-то сделать, просто бить собой, ну, когда ты любишь, что ты делаешь, и, ну, прям человек счастлив, ну, тогда, наверное... Ну, как, у тебя два разных человека, ты здесь супер вежливый, вот ты похож на человека, который прям, ну, образец, но на льду ты невежливый, ты можешь соперник по голове дать, ты такой, вот это все, ты жесткий там, а здесь ты очень вежливый и добрый. Ну, конечно, вот это разные вещи, когда мы играем против друг друга, и кто-то хочет меня обигрывать, но так нельзя. Но после, но когда после игры уже можно нормально общаться, посмеяться, вот это, это тоже хорошая вещь. Хороший у тебя сезон, очень приятный парень, и я думаю, что в Омске ты быстро, ты уже стал кумиром. Спасибо, спасибо большое. Омские ястребы в большинстве, посмотрите. Да, япычка, ты heraus%звыка! Хороший у тебя! Хороший, хохол! Хороший! 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 Все, чую, чёткой, голова, шоу! сибирские снайперы фан сектор обратите внимание и вообще хотя только начало августа арена в академии авангарда практически в полное это турнир g-drive cup который проходит при поддержке топлива g-drive и моторного масла energy я вам скажу что это хорошая такая движуха хорошая движуха четвертый раз уже проходит этот турнир первые три раза омские ястребы выиграли домашний турнир и на данный момент они не проиграли пока ни одного матча хорошая подготовка работает академия авангарда много интересных ребят и обратил внимание главный тренер омских ястребов черночук его сын играет в команде а еще в этой команде играет андрей курьянов я говорю сразу это наверное родственник может быть сын антона курьянова мне сказали нет просто одна фамилия вот такое совпадение да после игры поговорю с трейдером черночубом пускай поподробнее расскажет про турнир но хочу сказать что очень интересное дело и пройдет время каких-то ребят мы увидим даже кпл это фамилия мы запомним поздравляю с победой во первых пока все победы на турнире и насколько вообще турнир важны в плане подготовки к сезону и к тому что молодые ребята они же потом идут по вертикали вверх в основную команду насколько турнир g drive cup имеет большое значение во первых домашний турнир то есть при любом раскладе первый турнир это или второй предсезонный турнир всегда при болельщиках хочется играть хорошо показать результат в общем то мы всегда на вашем турнире хорошо выступали за три года по моему пока одни одни раз вы не выиграли хорошую группа оказать но и само собой молодежно хоккейная лига такая лига где без разницы на пресезонный турнир матчи плов или гулян чем-то ребята играют на полную доказывать совместно составе очень хотя показать себя и выиграть какие-то ребята сейчас готовят с основной командой да у нас много ребят нас в общем то ну мы знаете кто на команду ходить может не считаем там высшей лиги много ребят в команде кхл по-моему с изменяя память там хворофф и малов сейчас работает но гуляев понятно это отдельный разговор уже полностью команде находится команде высшей лиги там большая обойма игроков находится по большому счету вот нам двух игроков дальней игровой практики слышали где остальные ребята академия завтра можно дать такой анонс будут ребятам вручаться звание мастеров спорта доехала награда за серебряные медали которые были год назад финале когда вы играли с чайкой во первых насколько для них это большое событие парень молодой становится мастером спорта но это значит признание определенных заслуг в общем-то которые ты достичь своим трудом в общем то есть не просто серебряные медали кубка орлама они выигрываются на что оценили по достоинству труд я думаю очень приятно им будет команду омские ястребы в новом сезоне ждет или перезагрузка или у вас есть вот этот костяк который вы идете дальше потому что очень важно в этом возрасте или 20 лет ребятам или 16 17 в этом году мы находим именно в тот режим работы как назвать или перезагрузкой можно можно сказать то есть обновлением команды у нас три года была команда такая но сейчас она очень молодая команда будет нашел три защитника 2008 года играет даже неплохой хоккей показ много ребят седьмого года сейчас товарищеские матчи пристят мы еще больше ребят академии будем задействовать будем смотреть несмотря на возраст как у него до рождения не соответствует уровня с этим требованием присутствует сама вертикали самой команды вы привлекать главную команду команды мхл и последний вопрос такой то что во первых меня удивило вроде бы начало августа до играет молодежка не чемпионат мхл тут практически аншлаг в академии как вот академия работает потому что там ну не буду сравнить с другими клубами но у вас вот эта отдача которую чувствуете во первых тут же есть свой фан сектор даже ведь как они болеют и ребята на появляется один два три парня которых можно будет там перспективы поднимать в основу кхл вы знаете сейчас на данном этапе из команды можно говоря мурылев холодилин гуляев фил актив рейнгард это серебряные призеры в общем-то те ребята которые пошли через академию путь тут а больше туда меньше кунта возрасте приехал вот уже и что и пять человек которые команды работают там если включая малого там 6 человек и ребята это достаточно количество игроков и некоторые ребята уехали из-за команды другие команды качестве обменов в общем-то хорошая работа была проделана такой прямо хорошему пласт дали главную команду но там уж дальше от них зависит от их старания и их умения а что касается болельщиков ну поэтому знаете вы турнир предсезонный предсезонный вообще новые представители болельщиков такие болельщики как в омске полный стадион практически на матче молодежной хоккейной лиги предсезонного и плохо играть неохота хочется выиграть почему такая самоотдача ребят такое желание спасибо большое спасибо